приветствую вас на канале кошмастер давно не выходили новые видео из моей мастерской это было связано с тем что я был занят происходил небольшой апгрейд мастерской результаты которого вы можете увидеть вот на этом видео ссылочку я вам оставлю была куплена новая швейная машинка для шитья кожи пресс химия и сама кожа соответственно для того чтобы выполнять какие-либо новые интересные работы и очень давно на канале не было видео связанных именно с технологиями работы с кожей а это основное то что основном смотрят на данном канале это технологии мастер-классы различные секреты и советы по работе с кожей и вот сейчас как раз выйдет такое видео я подумал на какую тему бы снять еще видео по технологиям по работе с кожей так как очень много различных технологий и что будет наиболее востребовано среди новичков такие уже более продвинутых пользователей и я решил снять видео как установить клише то есть как поставить клише на кожу без использования термопресса это видео будет довольно полезно для новичков так как термопресс стоит довольно таки значительные деньги сам термопресс примерно где-то около 20000 начинается ценник на него но и до бесконечности можно и за соточку в принципе купить такой вот станок все что он будет делать это просто ставить оттиск клише на кожу так как же поставить бюджетно и причем так чтобы оттиск был качественный то есть чтобы само клише со временем с кожей не сходила то есть кожа не принимала тот вид которым она была перед этим то есть лишь и как бы стирается и пропадает это не очень хорошо особенно для брендированных изделий так и так что нам понадобится для того чтобы установить клише на кожу это непосредственно само клише я буду использовать вот такое вот клише оно выполнено специального материала наверное латунь скорее всего может быть сплав точно не знаю я в этом не силен далее нам понадобится ну естественно кусочек кожи вот такой кусочек мы возьмем для установки клише далее нам понадобится вот такой кусочек дсп или как это называется запилок сделано довольно таки жесткий материал плотный не сгибаемый нам понадобится фен или так называемый термопистолет ну я думаю в принципе его купить не сложно он что-то стоит тысячи полторы две от силы в отличие от термопресса который стоит 20 его можно использовать не только для установки клише но также для склеивания кожи используя клейный эрит полиуретановый клей дисмокол ну и прочие другие виды работ можно с этим термопистолетом проводить так и нам понадобится вот такая вот струбцинка это обычная струбцина которая продается в хозяйственных магазинах и стоит она рублей ну 200 наверное с копейками от силы но когда будете брать струбцину старайтесь брать струбцину у которой вот эта вот резьба крупная то есть не просто как обычный болтик тоненькая резьба у нее а чтобы она именно толстая такая была это позволит наибольшее приложить усилие для того чтобы зажать клише итак начнем с чего же мы начнем начнем мы с того что чтобы поставить качественное клише на кожу необходимо эту кожу самую смочить да нам понадобится еще кусочек губки сходите на кухню я думаю там она у вас есть так берем и место вот это вот где будет установлено клише просто смачиваем можно мочить с этой стороны можно мочить с обратной стороны если кожу вас воду вообще никак не впитывает бывает такая кожа которая уже с плитой и потом чтобы как-то поставить клише на такую кожу очень сложно ее вообще водой пропитать вот этот кусок кожи можно использовать красно в данном случае у меня кожа с покрытием обувная то есть она уже тут провощённая будем ее использовать да в качестве подложки еще я забыл сказать необходимо будет кусочек какой-либо толстой кожи желательно чтобы она была мягкая но я вот такой вот кусок возьму как как-то в одном из магазинов не скажу в каком я купил растишку вороток и она оказалась прям крайне мягкой но еще и с дефектами как вы видите то есть вот при сминании образуются такие складки отличная кожа для того чтобы ставить клише в принципе больше для чего наверно она не подойдет так что мы делаем мы берем клише и еще один инструмент у нас входит кадр это плоскозубцы включаем наш фен промышленный или термопистолет у кого чего и как не знаю и нам нужно будет нагреть клише так ну клише можно по-разному нагревать можно зажать его в лоскозубце держать нагревать можно положить на какое-либо металлическое основание и тут нагревать тут кто как хочет в принципе термопистолет разогревает до температуры 550 градусов 400 550 я думаю что вот эта вот штука не должна сплавиться когда мы будем греть самое главное не наводите на предметы которые могут загореться иначе можно нагреть что-нибудь другое так ну можно в принципе даже взять его если удобно вот так вот видите как я отсвечивать маленько сейчас уберу вот так свет опять падает не там где должен вот так вот можно взять у меня клише то есть тут ничего на нем нету если вот так вот взять то вполне можно его держать подсказубцами и нагревать количество к г 0 я у как вы Я думаю достаточно Теперь кладем клише Там где оно должно быть установлено И зажимаем его струбциной Не забываем подложить туда кусочек толстой кожи Чтобы было куда вминать ваш оттиск Иначе получится некачественно И что теперь делаем Теперь необходимо дождаться Пока мыфис будет установлен То есть клише отпечатается Я обычно жду пока не остынет Само клише То есть пускай оно постоит под прессом Можно еще его подтянуть Если есть возможность его еще подтянуть Затягиваем до полного То есть пока тянется Поэтому я говорю что резьбу выбирайте здесь Чтобы она была крупная Чтобы ее не сорвало Когда будет со всей дури тянуть ее Ну вот у меня уже не тянется В принципе я оставлю наверное так Вообще вариантов установки клише Очень много Некоторые зажимают его в пресс Нагревают Некоторые используют паяльник У меня также есть паяльник Вот такой вот Для установки клише Но у этого паяльника Есть небольшие У этого способа при установке паяльником Есть небольшие недостатки Какие недостатки? Ну во-первых Очень сложно придать необходимые усилия При нажатии на кожу Если кожа толстая Твердая То выдавить Что-либо там При помощи Примеру даже двух рук Нажимая На паяльник Очень сложно И при этом усилие на паяльник Нужно оказывать непосредственно Чтобы он стоял Перпендикулярно столу А не так вот Как-нибудь вбок Иначе клише выдавится неровно И кроме того Вот этим паяльником Насадив на него клише То есть оно Вкручивается Сейчас я покажу Как Сейчас найду Еще одно клише Есть То есть оно накручивается На паяльник Ну и соответственно Таким вот образом Ставится При нажимании На кожу То есть оно Как бы ставится На эту кожу Вот так вот Проблема в том Что вот Когда вы ставите В пользу паяльник Необходимо попасть Именно в то место В котором должно Находиться данное клише А это очень сложно То есть Именно попасть Туда куда надо Или можно например Скосить Вот так вот Как-то поставить Будет неровно Или же попасть Куда-то в другое место Совершенно не туда Куда надо А переставить Уже невозможно Так как оттиск Уже на коже будет Поэтому данный способ Не особенно Так сказать У него есть недостатки Которые Не позволяют Качественно установить клише Термопресс Да При использовании термопресса Клише будет установлено Качественно Скорее всего Если вы все правильно сделаете Но Опять же Дороговизна данного способа И для новичков Это не совсем доступно Поэтому Вот этот вот Оптимальный бюджетный вариант Можно использовать При установке клише Когда ставить клише? Ставить его При сборке изделия Ставить его До финиша Или после финиша Или ставить уже На готовое изделие Тоже существует Несколько разных вариантов Когда же все-таки Я считаю правильно Ставить клише На готовое изделие То есть Это вот Клише мастер Так называемое Я считаю Что ставить его нужно До финишной обработки То есть Если вы работаете С не финишированной кожей То После того Как вы вырезали все детали Разложили Вы знаете Примерно в каком месте Данного изделия Должно быть установлено Клише И Именно тогда Когда все детали Вырезаны Но еще не сшиты И не зафинишированы Нужно ставить клише Так как Если вы будете Ставить его потом То тут также Могут возникнуть Некоторые проблемы Ну во первых Когда вы ставите клише Кожа может немножко Ну как сказать Сжаться И Получится отпечаток На обратной стороне кожи Во первых На том материале Который будет под Данным Данный кожи На который будет Ставиться клише То есть Может тоже Произойти оттиск Это не есть хорошо И кроме того Если кожа Зафиниширована Например воском Пчелином Обычным воском И вы ставите на него Клише То может случиться так Что вокруг Вот так вот Мы ставим клише Поставили Вокруг этого клише Так как оно будет Нагрето Появится черная Такая вот рамка То есть Не только сам будет Рисунок выдавлен Но еще вот такая Круглая черная рамка Получается Это не очень красиво И смотрится Некачественно Поэтому Я считаю Что Лучше всего Ставить клише Непосредственно После того Как вырезаны детали И вы наметили место Где должно быть Установлено клише Есть еще один вариант Установки клише Это Ставить клише Заранее То есть Сделать Вырезать Какой-либо Например Квадрати Кругляшок Или еще что-то Там многие мастеры По-своему Давайте сейчас Что-нибудь порежем То есть Вот вырезаю Такой квадратик Кругляшок У меня получается Какой-то полуовал Ну и в суть Важно Тут можно сделать Шаблон И по нему резать И Потом уже Когда вырезана Эта Деталька На него поставить клише Или предварительно Поставить клише Потом вырезать И вот этот клише Пришивать На готовое изделие Такой тоже есть вариант Но опять же У каждого варианта Есть свои плюсы Свои минусы Если вы будете просто Пришивать данное Клише на изделие То со временем Оно может оторваться Или как-то Зашоркаться Ну и вообще Смотреться Не особо Там к месту На этом изделии Будет просто Как пятно Там прилеплено Прикрученное Смотреться То есть Поэтому Тоже вот такой вариант Есть Кто-то выбирает его Некоторые мастера Я знаю Используют именно данный вариант То есть заранее Лепят клише А потом просто берут Готовенькое Бац На изделие Пришили Все готово Некоторые же Непосредственно Ставят на Саму Саму работу Так как Если клише Будет установлен Именно на самой работе То Ни у кого Не возникнет желания Или вообще Просто Оно со временем Не отпорится Не уйдет с работы И будет видно Что работа сделана Именно данного мастера Пока остывает Наше клише Хотел бы Выразить Слова благодарности Тем Кто поддерживает Канал То есть Кто оказал Посильную Оказывает посильную Поддержку Для развития Канала Ваша помощь Важна Для развития Канала Внизу Есть ссылка В описании Под видео Где вы можете Оказать посильную Помощь В развитии Канала И Эти средства Пойдут На новый Инструмент Кожу И в конечном Счете На новые Видео Интересные Которые будут Выходить На данном Канале Ну и так Давайте посмотрим Что у нас Получилось Клише Все остыло Откручиваем Обратно Разжимаем Струбцину Так Убираем Итак Смотрим Что у нас Получается Убираю Клише Это не так То просто Сделать Оно Прямо сюда У нас Впаялось Так Так Как у нас Кожа С покрытием То Оно Немножко Прилипло За счет Того Что я Сильно Довольно Так Зажал Ну и Что у нас Получается Вот смотрите То есть Как вы Видите Вот я Убираю Кожу И вот Обратный Отпечаток Что получилось С обратной Стороны Не хуже Любого Термопресса Выдавливается Клише И даже Самые мелкие Детали В данном Клише Полностью Как вы Видите Продавлены И Такое Уже Клише Выдавленное Прослужит Очень долго То есть Оно уже Не сотрется Кожа уже Не примет Обратно Свою Форму Так как Во первых Здесь Использовалась Подложка Из кожи Из мягкого Материала Не обязательно Это кожа Лишь бы Это был Такой Средней Жесткости Материал Чтобы он Мог продавливаться При нажатии Кожа Это оптимальный Конечно Вариант Использовалась Вода Для размягчения Кожи И Использовался Нагрев При намыкании Растягивается А при нагревании Наоборот То есть Запоминает Форму И Вот у нас Что Получилось Давайте Как-нибудь Видите Насколько Глубоко Продавлено Клише То есть Продавлено Почти на Миллиметр Наверное Очень Очень Глубоко Использовать Просто Вот таким Паяльником Сделать Такое Качественное Клише У вас Никогда Не получится Так как Какое Было Усилие Все равно Так Вы Не сможете Качественно Поставить Клише Вот Такой Обратная Сторона У нас Видите Тоже У нас Довольно Таки Все Продавилось Коровка Вот Это Вот Бычок Вот Что Получилось Надеюсь Данное Видео Было Для вас Полезным Как Всегда Ставьте Классы Лайки Или Как Как Называется Подписывайтесь На Канал Там Еще Есть Какой Звоночек Внизу Рядом С подписаться Вроде Как Какие Уведомления Приходят Но Это Видео Первым Нажимайте На Этот Звоночек И Вам Должны Будут Приходить Какие Уведомления О Новых Видео На Данном Канале Ну А На Этом Все С Вами Был Кошмастер До Новых Интересных Видео